Я помню, как будучи совсем подростком, я где-то раздобыл видеокассету с пиратами Карибского моря. Причем без официальной озвучки. Ну, все как надо. И посмотрел ее столько раз, сколько цифр нет в цифрах. Хотя, конечно, сейчас мне вряд ли будет интересен этот фильм, как тогда, потому что я буквально помню все, что там происходило, но это был шедевр. И главным фактором, конечно же, был Джонни Депп. Именно после этого фильма я жадно начал искать все, в чем снимался капитан Джек Воробей. От странного мертвеца до бесподобного кокаина. Я посмотрел буквально все. Даже сомнительные работы вроде жены астронавта не проходили мимо меня. А уж совместные работы с Тимом Бертоном подавно. Чего уж скрывать, этот актер сильно повлиял на меня и на то, чем я занимаюсь по сей день. Почему же нам так нравится Депп? Откуда в нем столько разнообразия и как он дошел от подросткового кумира до культовых ролей? Обо всем этом сегодня в выпуске. Но... Первое появление на больших экранах у Деппа случилось в кошмарах на улице Вязов. Хотя этого могло и не случиться, потому что Джонни видел себя музыкантом. Однако его друг Николас Кейдж что-то в Деппе разглядел и настоятельно рекомендовал ему обратиться к агенту, с которым работал сам. Так Джонни и сосала в кровать. Затем его благополучно вырезали из взвода Оливера Стоуна, оставив только лишь как пасхалку для самых внимательных на пару секунд. А после случился 21 Jump Street и статус кумира девочек-подростков. У нас это не особо известный сериал, мы больше знаем киноадаптации, переведенные как Мачо и Ботан. Контрактные условия обязывали его этим кумиром быть, пока шел сериал. И поэтому обложки журналов тех лет пестрили исключительно таким Деппом, от которого самого Деппа тошнило. Поставить точку в подобном восхвалении своей внешности он решил фильмом Плакса, в котором максимально утрированно сделан акцент именно на этом. Вообще вся картина это сатирический омаж на фильмы о подростках 80-х, наподобие Бриолина, где все и все настолько неестественно, что хочется плакать. Вот Депп и плакал. С этого момента и начинается путь Джонни Деппа, которого мы хорошо знаем. Выбор ролей становится исключительным. Это либо независимые картины, либо авторское кино. А любовь к всему странному, необычному, загадочному и непосредственному сводит двух гениев вместе. И на свет рождаются Эдвард руки-ножницы. Тим Бертон стал не просто другом Деппа, он стал его режиссером. Союз образовался крайне плодотворно, и они подарили нам кучу незабываемых образов и стиля. Где-то между всем этим и ролью своей жизни Депп снялся в парочке серьезнейших криминальных драм, таких как «Донни Браско» с Альпачино и «В кокаине», обе основанных на реальных событиях. Второй так вообще, на мой взгляд, одна из лучших его работ. И фильм, понятно, невероятно крутой. Прям-таки антиреклама наркотиков во всей красе. Ну а затем случились «Пираты Карибского моря». И понеслось. И без того популярный актер стал не просто суперзвездой. Он стал всемирно известной суперзвездой. Сложно было найти человека, не знающего, что такое «Пираты Карибского моря» и кто такой Джек Воробей. То, что сотворил Депп, навсегда увековечило его в истории кино. Образ Джека Воробья – это квинтэссенция лучшего из того, что он оттачивал годами перед камерой. Но и без удачи здесь не обошлось. Это сейчас «Пираты» являются культовой франшизой, особенно первый фильм. Но тогда, когда только фильм намечался, в него мало кто верил. Дело в том, что существует фильм «Остров головорезов». С невероятно большим бюджетом для тех времен, когда он снимался. Но он провалился. Причем с таким треском. С такой силой, что больно стало буквально всем. И Голливуд в ту же секунду решил отменить любые фильмы про любых пиратов раз и навсегда. Студии даже слышать не хотели о никаких пиратах и ни о чем таком подобном. Именно поэтому проект добивался своей реализации с таким трудом. Но Джерри Брухаммер решил, что кино быть. И, будучи одним из самых влиятельных продюсеров на тот момент в Голливуде, смог продавить студию. Звезды. Судьба. Наверное, абсолютно все, что может помочь в таких вещах, тогда было на стороне создателей самого Деппа. Потому что он вообще не главный герой, по крайней мере, первого фильма. Акцент выстраивался вокруг Киры Найтли и Орландо Блума. Но игра Деппа настолько всех покорила, что именно он ощущается ведущим актером. А затем было десятилетие Деппа. Он стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Любые следующие проекты автоматически становились кассовыми. Он буквально мог с закрытыми глазами тыкать в рандомный сценарий, и тот становился важным для индустрии. В общем, это было его время. Чарли и шоколадная фабрика. Тайное окно. Ранга. Однажды в Мексике. Да что угодно. Было просто приятно смотреть на этого актера, ведь он действительно словил свою волну. Однако потом все постепенно пошло куда-то не туда. Но об этом чуточку позже. То, как одевался Депп в 90-е, больше никому и никогда не повторить. Но поймите меня правильно. Одеться как он не проблема. Проблема выглядеть так же. Сейчас его стиль разительно сменился и уже не так впечатляет, однако в то время только он мог выглядеть стильно, одеваясь почти как бомж. Гранж тогда имел невероятное влияние на молодежь, а Депп был одним из адептов свободы во всех ее проявлениях, да и остался, полагаю. Не уверен, что он бросал кому-то вызов или пытался как-то эпатировать публику, ему было просто по кайфу, и это было шикарно. Однако и в классике он имел успех. Все его фотосессии тех лет и в нулевые по сути являются учебником, как надо делать красиво. Дополнял Депп свой образ красивыми женщинами. Конечно, не ради того, чтобы быть стильным, но это однозначно добавляло ему баллов. Кольца, банданы, татуировки, дух пиратства и кровь индейца накладывали определенный отпечаток на стиль Деппа. Да и будем честны, 90-е в индустрии невероятно стильное время. Если посмотреть на ковровые дорожки тех лет, там все как на подбор. Не только Депп. Прекрасное время. Время бунта, переосмысления, революции в кино, революции в сознании. Одной из особенностей Джонни Деппа является страсть к перевоплощению. Причем весьма фриковатым. На этой почве у них с Тимом Бертоном и случилась творческая любовь. А, например, для того же Воробья Джонни сам выдумывал костюм. Да и прочие роли не обходились без его непосредственного вмешательства в стилистику персонажа. Но для самого Деппа это стало и даром, и проклятием одновременно. Удивительно, но он как будто наскучил публике со своими причудливыми образами. Люди перестали видеть в нем кого-то еще, кроме Джека Воробья. А жизнь любит иронизировать. Причем очень жестоко. В фильме Эдвард Руки и Ножницы персонаж Деппа Фрик, который, попадая в общество, начинает всем нравиться. Им все пользуются, потому что он безобиден и ничего толком не понимает. А если и понимает, то явно как-то по-детски. Но со временем оказывается, что и у ребенка есть характер. И тут же общество, прогнившее в своих сумасшествиях и скучной однообразной жизни, от которой, видимо, и поехала крыша, моментально превращает его в монстра, перекладывая свои пороки на бедного мальчишку, чьим спасением становится лишь забвение. Это одна из первых и очень значимых ролей Деппа, и как-то подозрительно напоминающая его самого. Так называемый штамп для любого актера – это очень серьезная проблема. Хотя у многих эти штампы случаются на самой первой роли, и выйти из этих образов они пытаются всеми возможными силами. Однако зрители не готовы их воспринимать иначе. Поэтому Деппу еще повезло. До «Пиратов» он сыграл очень много значимых запоминающихся ролей. Да и после «Пиратов» было как минимум парочка фильмов, которые явно отличаются от его обычного образа. По всей видимости, когда мы слишком сильно расслабляемся, нам об этом напоминают. Причем в очень жесткой форме. Что могло пойти не так у самого высокооплачиваемого актера, любимца публики, остепенившегося семьянина? Желание отряхнуть стариной, доказать, что ты еще гораст – вероятно, не самое плохое, что можно сделать. Но если ты забываешь про банальную бдительность, может случиться ужасное. На съемках «Ромового дневника» Депп познакомился с перспективной начинающей актрисой Эмбер Хёрд. Каких-то выдающихся ролей у нее еще не было, но она, очевидно, брала чем-то другим, и у них закрутился роман. При этом Депп был в отношениях с Ванессой Паради, у них как бы два ребенка. Однако эти обстоятельства никак капитана не смутили. Также не смутили и предостережение друзей. Например, Анжелина Джоли выражала опаску насчет столь стремительного развития событий между этой сладкой парочкой. Кстати, она сейчас сама подает на Пита за домашнее насилие. Поэтому было решено закатить свадьбу на личном острове Деппа и быть счастливыми. Но счастье продлилось недолго. Спустя год появились слухи о разводе пары, а затем и публичные заявления Мисс Хёрд о насилии со стороны актера. После чего последовали шесть лет ада для Деппа, которые выпали на творческий кризис актера. А может, это и было его причиной. Кто знает. А затем потери репутации, карьеры, денег, очевидно, нервов и сил. Его просто стали отменять. Он все чаще стал появляться на публике пьяным, а его внешний вид все больше отдалял его от того самого стильного красавчика Голливуда. Все это случилось на волне успеха движения Мету. Поэтому то, что Джонни Депп якобы бил и издевался над медной и несчастной девочкой Эмбер, для всех было слишком очевидным. Однако, как в доброй сказке, спустя шесть лет мир увидел, что, оказывается, жертвой не всегда является тот, кто громче всех плачет на публику. Плюс ситуация с Деппом стала прецедентом, что для культуры отмены сильный удар. На основе этих событий от BBC выйдет документальный фильм, где мы в очередной раз увидим весь сюр происходящих событий. Ну и, конечно, какой Джонни Депп на самом деле человек. А человек он скромный, добрый и открытый. Верный друг, между прочим. Когда Хантера Томпсона не стало, он оплатил его похоны целиком и полностью из своего кармана. Да и поддержка людей и коллег по цеху после ситуации, которая произошла, о чем-то договорит. Вообще, в Голливуде очень быстро распространяется всякая ЧН. Но про Деппа никогда плохих слухов не ходило. По всей видимости, природа Джонни Деппа не наделила скверным характером, как, например, его бывшую жену. И у режиссеров он всегда на хорошем счету. Потому что от них тоже не услышит ничего плохого в его адрес. А то, как он ведет себя с фанатами. Для многих знаменитостей это вообще дикость. Ну и любовь к детям. Депп часто навещает больницы в любимых образах, чтобы хоть как-то их порадовать. Ну а я был рад рассказать про одного из лучших актеров, которых когда-либо мне приходилось видеть на экране. Напишите в комментариях самый любимый фильм с Джонни Деппом. И я знаю, что вряд ли он будет один, поэтому сделаем небольшую скидочку. Напишите три. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кстати, у Виталия Пиздунского появился свой телеграм-канал. Так что подпишитесь. На мой тоже подпишитесь. И не грустите. Все будет хорошо. Обнял.